приветствую друзья и так продолжаем изучать шаблоны проектирования в этом видео мы рассмотрим шаблон проектирования объектный пул он же пул объектов он же object пул порождающий шаблон проектирования и он достаточно противоречив почему банда 4 его пропустила те ресурсы на которые ссылался и которые более-менее контент хорошие предлагали по шаблону проектирования они его игнорировали говно ресурсы его игнорировать не стали самое нормальное определение на википедии но на википедии нет примера на php есть на других языках программирования на php нету в других на других ресурсах есть на php примеры но они неверные каким-то образом они доносят понимание да но тем не менее гнаешь когда ты пишешь определение и ты потом код как-то пишешь но наверное он как бы должен соответствовать да он не соответствует да поэтому он противоречивый а еще еще почему противоречивый потому что для него сложно придумать действительно действительно хороший четкий лаконичный пример из жизни который вот ты в повседневной жизни либо встречал и тебе его покажешь скажешь а ну да блин такую вещь можно было с помощью этого решить либо в будущем встретишь да и когда встретишь ты тоже галли посмотрел видео галочку себе поставила с таким я могу столкнуться и уже решение у меня есть такой пример для данного шаблона придумать сложно возможно поэтому его и многие упустили пропустили почему такое могло случиться да как бы шаблон есть а вот пример вот ну за уши только ты его притягиваешь кое-как ты придумываешь ситуацию придумываешь ситуацию где он может вроде как помочь вполне возможно данный шаблон проектирования он успешно показывает себя в других языках программирования может быть там c++ и c sharp и еще где-то где непосредственно программисту нужно следить за памятью вот как-то контролировать ее и так далее да ну в общем давай приступим и там уже будет ясно а может быть это у меня недостаточно опыта и я просто не знаю не сталкивался с такими моментами в жизни до что не могу пример привести может быть и у тебя есть хороший пример ты знаешь этот шаблон в комментариях пожалуйста ссылочку пиши если что я дополнительное видео сниму по твоему комментарию если он будет действительно полезен так объектный пул начнем с определения как я сказал выше википедия вполне исчерпывающее определение дает и нюансы подчеркивает просто классно объектный пул пул object порождающий шаблон проектирования набор инициализированных и готовых к использованию объектов когда системе требуется объект он не создается берется из пула когда объект больше не нужен он не уничтожается возвращается в пул да уже мы что имеем во первых у нас уже есть какой-то класс некий пул объектов он в себе держит уже другие классы готовые они заранее были созданы возможно какая-то базовая инициализация проведена и они были культурно положены покладены в данный объект наложены вот он держит себе некие объекты объекты судя по всему могут быть очень разные они не обязательно что это экземпляры кого-то одного класса нет они могут быть разных классов объекты важно то что для чего он нужен он нужен для того чтобы не порождать данные объекты при дальнейшей работе да потому что порождение объекта оно может быть связано с какой-то большой очень хитрой инициализации возможно куда-то еще на стороне сервис нужно будет обращаться куда-то в кэш лезть еще что-то сделать до какие-то манипуляции что-то посчитать и после этого объект будет создан да если это один раз делается ну и ладно сделали сделали а может получиться так что в цикле придется создать объект проинициализировать в работу провести и следующую терацию цикла да а в цикле могут быть там тысячи и тераций и вот в данном моменте данный крас шаблон проектирования он может оказаться полезным так что дальше возможные проблемы после того как объект возвращен он должен вернуться в состояние пригодные для дальнейшего использования вот это тоже важный момент то есть если мы взяли объект про он там какое-то базовое состояние есть мы можем кита свойства менять что-то как-то видо изменять его но когда мы его возвращаем в пул он должен там обнулиться до своего какого-то необходимого минимума чтобы в следующий раз следующие какой-то следую следующая механика следующий алгоритм когда этот объект взял он какие-то случайные данные не получил он мог с ним нормально работать и случайные данные не получил из-за этого не случилось ни какая-то ошибка не случилось и секретные данные мы не потеряли да как в примере было сказано там объект может быть какой-то кредитной карты она может быть заполнена секретными данными и отработала для одного пользователя. Вдруг она попадает еще в какой-то алгоритм, и эти данные куда-то выливаются. То есть это как бы неправильное поведение. Если вернули в пул, все, там должно обнулиться. Если объекты после возвращения в пул оказываются в неправильном или неопределенном состоянии, такая конструкция называется объектной клоакой. То есть если мы создали объектный пул, но не проследили за этим нюансом, то это уже будет не объектный пул, это уже будет антишаблон проектирования, а так называемая объектная клоака. Повторное использование объектов также может привести к речке информации. Если в объекте есть секретные данные, например, номер кредитной карты после освобождения объекта, эту информацию надо затереть. Вот. Это выдержка из Википедии. Не вся. Частично. Давай посмотрим, что нам предлагают другие источники. Почему я ссылаюсь, на всякий случай скажу, если вдруг ты на это видео попал, а предыдущее не видел. Я ссылаюсь на другие источники по одной простой причине. Потому что шаблоны проектирования, они вилами по воде писаны, и нам нужно все-таки найти какую-то истину, глобальную истину. Понять, что же такое шаблон проектирования. Вот. Поэтому необходимо смотреть другие источники. Так. Вот на этом сайте NixSolution мы уже были. Он такой средненький. Здесь он примерно говорит то же самое, что на Википедии. Своими словами. Здесь модифицированное то, что на Википедии. И со своим примером. Пример вот этот качует с одного ресурса в другой с некими какими-то модификациями. Здесь тоже немножко его изменили относительно других, но суть осталась та же. И здесь, товарищи, во-первых, здесь идут несколько ошибок. Несколько ошибок. Само собой, разумеется, то, что пул объектов он должен быть синглтоном. Да, это, насколько я помню, в Википедии не говорится, а может быть и говорится. Там, я не помню уже. Я не всю выдержку привел. Но мы понимаем то, что он хранит тяжелые объекты, которые инициализировать сложно. И поэтому он реально должен быть синглтоном. Нельзя сделать так, чтобы допустить того, чтобы вдруг было две или более копий. и в каждом еще там вот эти вот сложные объекты сидели, которые тоже пришлось проинициализировать. То есть смысла тогда в нем не будет. Не синглтон. Не синглтон. Дальше здесь еще ошибка. Они порождают объекты. У них нет метода, нет вот этого свойства данного класса, что туда могут попадать объекты. Где-то можно создать, можно проинициализировать и положить его в пул. Здесь такого нет. Они в пуле вот в этом и порождаются. То есть он еще на себя ответственность дополнительно уберет. Мало того, что он объектный пул, так он еще и создатель, как фабрика работает. Он здесь создает этих воркеров и их отдает. Собственно, при высвобождении данного воркера, здесь тоже никакой механики не происходит. Механики обнуления не происходят. Мы получаем объектную клоаку. Объектную клоаку получили. Так, дальше. Дальше. Так, это википедия, это википедия. Да, по PHP на текущий момент ничего нету. Объектный пул. Вот еще тоже замечательный наш сайт, который неоднократно косячил. Здесь в принципе определение дают практически такое же, с другими словами, но смысл не меняется. И точно так же здесь тот же самый пример, только более упрощенный, чем предыдущий. Та же самая объектная клоака, то же самое порождение воркера класса здесь. В общем, абсолютно непоказательный, непоказательный, с ошибками. Когда ты говоришь, что вот объектная клоака это плохо, наверное, не надо ее создавать. Сразу за этим создавать ее, наверное, и не надо. А если создаешь, наверное, какое-то описание должно быть. Я создаю объектную клоаку, я понимаю. И вот так вот. Далее статья на английском языке. Статья написана достаточно интересно. Тоже можно понять, для чего он нужен, какие проблемы он может решать. но точно точно так же они показывают на PHP достаточно плохой пример. Достаточно плохой пример. И когда ты это читаешь, думаешь, ну, блин, нафиг этот шаблон проектированный нужен? Так и непонятно. Так и непонятно. Вот. Так, теперь перейдем к моему за уши притянутому говнопримеру. Так, определение рассказал, все, другие показал. Теперь переходим к моему примеру. То, как я понял, читая вот это вот все, что такое объектный пул. Итак, это контроллер. Контроллер, соответственно, будет пользоваться экземпляром класса ObjectPoolDemo. И там вся демонстрация будет происходить. Сначала мы посмотрим образно со стороны, как общую картину оценим, а потом уже углубимся в детали. объектный пул. Получаем объектный пул. Он у нас, как мы видим уже по тому способу, как мы его получаем, это одиночка. Дальше на строке 25 по 27 мы создаем некие классы. Допустим, это какие-то серьезные, мощные классы, которые там сложная инициализация, время создания. Все, вот мы одну, один класс создали, второй класс создали, третий класс создали. И дальше мы добавляем их в этот объектный пул с помощью метода addObject. Добавили пользователи, кредитную карту, добавили калькулятор. Так, это у нас была инициализация всего и вся. Теперь у нас идет сама некая такая работа, суррогатная, за уши притянутая. Тоже, да, повторюсь на всякий случай, что данный шаблон проектирования, он нужен для того, чтобы избежать вот этих вот постоянных созданий, созданий инициализации, создания этих объектов, потому что они могут быть непредсказуемыми, они могут быть тяжелыми и так далее. А вытаскивание готового класса из пула объектов, во-первых, он более предсказуем, во-вторых, там еще идет контроль. Да, одно из свойств разветвлений, данного шаблона проектирования, у нас мы положили три объекта и первое поведение, которое может быть у пула объектов, если мы забрали из пула пользователя и вдруг второй раз кто-то пытается забрать пользователя, мы говорим нет, все, он занят, мы уже, у нас, да, был пользователь, но он сейчас, его уже забрали, он занят, поэтому мы отдать его не можем. И, соответственно, второй сервис, кто это запросил, ему придется либо ждать, либо как-то ошибка завершится и так далее. Уже там нужно будет по бизнес-логике смотреть. И вторая ветка, ветка поведения данного объекта, которая может быть, если у нас вот по одному экземпляру класса создано, там в пуле они лежат, один у нас запросили, вдруг идет, еще не вернули и идет запрос второго объекта, здесь уже может произойти расширение пула, да, то есть мы можем взять еще один объект, создать, отдать и у нас получается в пуле два одинаковых объекта, не одинаковых объекта, а объекта одного класса. Ну и соответственно, когда первый пользователь нам вернет объект, второй пользователь вернет объект, у нас получится два, будут уже два лежать, да, то есть он автоматически расширяется. Ну и соответственно, в зависимости от ситуации, если нужно где-то следить за памятью или еще что-то, можно запретить создавать повторные, либо как-то это логировать, понимая те узкие места в программе, что да, вот тут вот и вот в этих местах вот какой-то вот лишний расход памяти происходит и как-то с этим бороться. В общем, какой-то контроль можно сделать над этим. Так, мы создаем, берем, вот кредитная карта там есть, мы берем кредитную карту из пула объектов, обращаемся к object pool, говорим дай нам объект, get object и нам нужна именно вот кредитная карта, по классу определяем, да, это у нас будет ключом является в массиве хранения. Далее у нас происходит какая-то работа карт с данным объектом, какие-то инвестилизации полей, что-то еще мы можем делать, дальше мы берем пользователя, то же самое происходит, пытаемся взять пользователя еще раз, дальше вот мы это все посмотрим, давай, наверное, будем смотреть пошагово, вот так, вот здесь, сначала мы первую ддшку сделаем и посмотрим, как у нас выглядит пул объектов, когда в нем вот эти вот все объекты в него положены, покладены и наложены, control-r, так, вот они, у нас пул объектов, из чего он будет у нас состоять, у него будет два свойства, это клонированные объекты, то есть те объекты, которые мы уже отдали в работу и прототипы, да, нигде не сказано в определениях, то, что здесь тоже используется шаблон проектирования прототип, но я так подумал, что это наиболее простой и наиболее быстрый способ создания вот этих объектов, то есть у нас, когда вот эти три объекта, они у нас попали в пул объектов, они у нас являются прототипами, а когда мы их отдаем, мы просто их клонируем и все, есть, можно второй вариант сделать, не клонировать их, а для каждого объекта предусмотреть, сделать их зависимыми от некого интерфейса и заставить реализовывать какой-то метод, который будет их очищать, да, то есть если я клонирую, я потом их отсюда убиваю, если я, у меня какой-то есть интерфейс по очищению, я вызываю данный метод, так, вот мы получили три прототипа, вот они сидят, вот их ключи, вот собственно эти объекты, единственное их назначение, это вот они прототипы, их будут клонировать, работа с ними, конкретно с ними никакой не ведется, теперь давай посмотрим на сам вот этот объект пул, это у нас одиночка, синглтон, трейд, насколько ты помнишь из видеоурока по одиночкам, мы там сделали трейд, который, с помощью которого мы можем любой класс сделать синглтоном, вот собственно мы его и сделали, вот у нас клонированные объекты, те экземпляры классов, которые, которые мы отдали, которые были забраны из-за пула объектов, и прототипы, это те экземпляры классов, которые мы положили в наш пул, так, первый метод, положить объект, все объекты мы сразу помечаем неким интерфейсом, да, так как я избрал путь клонирования, а не методов, то соответственно в данном интерфейсе я говорю, что нам, когда, если, если есть какой-то объект, который ты хочешь положить в пул, то не забудь, пожалуйста, позаботиться о том, что у него есть, должен быть метод клон, который, в свою очередь, должен его обнулить до какого-то необходимого состояния, проинициализировать его заново, рефреш ему сделать, либо можно было бы здесь не метод клон сказать, а метод рефреш, да, вызвать, и потом просто вызывать этот рефреш, неважно, все, в общем, если есть планы на какой-то тяжеловесный объект, чтобы его класть в пул, наделяем его интерфейсом, делаем ему метод, и будет нам счастье. Итак, мы получаем ключ, нам нужно, когда к нам пришел объект, нам нужно определить ключ для того, чтобы положить его в массив, getObjectKey, а, ну вот он, если к нам пришел объект, мы принимаем здесь либо объект, либо строку, если к нам пришел объект, то, соответственно, мы получаем его класс name, если нам пришла сразу строка класса, то мы ее и берем, если к нам пришло что-то третье, мы выбрасываем какой-то exception, что-то там логируем, что-то там делаем, какую-то реакцию делаем, так, с этим ясно, ключ мы получили и в прототипы мы его положили, да, так как я показываю наиболее простую реализацию, здесь я никаких проверок на дубликаты не делаю, да, здесь у меня самый простой вариант исполнения пула объектов, где только вот один объект там может находиться, соответственно, если мы еще один такой положим, то он затрет предыдущий, потому что кий у него будет одинаковый, так, это можно избежать, но, ну, потребуется доработка, в рамках этого видео это ненужная доработка, так, это у нас добавить объект, это рабочая функция, ее мы рассмотрели, теперь получить объект, каким способом мы получаем, да, давай сразу вспомним, вот здесь мы получаем объект, мы просто передаем класс name ему, кредит карта, вот он класс, в виде строки, мы получаем кий, ключ, и первым делом мы смотрим, отдавали ли мы данный объект уже в работу, то есть, если он, данный объект уже у нас в клонированных, если данный объект в клонированных есть, то мы говорим нет, то есть, нам пришли за объектом, дай нам объект, Мы говорим нет, он у нас есть Этот объект есть, но он сейчас в работе Поэтому мы отдать его не можем Вот Мы договорим false Если же он еще не клонирован Его там в клонированных нету Мы смотрим есть ли у нас такой прототип Такого объекта запрашиваемого Если прототипа нету То мы говорим У нас его нету Тут мы говорим нет, а тут говорит Тоже нет В противном случае Если все хорошо, то мы Клонируем данный объект И отдаем собственно его Все отдали И релиз у нас будет Сразу рассмотрим, раз мы сюда пришли То есть когда работа, в цикл мы Попали допустим, объект Получили из пула Как-то там наделили какими-то свойствами Отработали, что-то там в базу записали, что-то сделали И теперь Для того, чтобы перейти на следующий шаг Итерация и заново этот объект взять Мы должны его вернуть в пул В конце цикла Мы возвращаем объект в метод релиз Находим его по ключу Из склонированных мы его удаляем И саму переменную, которая нам пришла Тоже ее в нул обнуляем Так, мы получили кредитную карту Так, вот это мы посмотрели Можно ее закомментировать Мы получили кредитную карту Наделили ее свойствами Как эта работа происходит Получили пользователя Наделили его свойствами Попробовали получить второго пользователя Чтобы посмотреть, что будет И теперь давай посмотрим, что у нас будет Здесь мы посмотрим пул объектов Как он у нас изменился Посмотрим первого пользователя Посмотрим второго пользователя И можно кредитную карту посмотреть Не знаю, что я тут не добавил А, ну она... Ну ладно, давай посмотрим кредитная карта так какое на состояние сейчас клонированных нету и имеем три прототипа обновляем страничку видим то что это у нас 3 ддшка пришла клонированных у нас два объекта у нас запросили кредитную карту вот она и запросили пользователя вот он соответственно прототипы у нас какие были такие остались все это вот нулевые объекты с какой-то базовой информации ну и собственно мы смотрим сначала у нас идет здесь юзер потом второй юзер потом кредитная карта просто юзер вот собственно он второй юзер нам сказали false да у нас как пользователь есть но мы его тебе не дадим потому что он там где-то в работе ну и собственно кредитная карта так просмотрели дальше дальше работа у нас закончился цикл и терация подошла к завершению теперь нам нужно эти объекты в пул вернуть вот мы возвращаем кредитную карту мы возвращаем пользователя сразу напомню да на всякий случай здесь у нас клонированная уничтожается и сама переменная обнуляется вот здесь вот можно посмотреть здесь можно посмотреть и вот у нас эти переменные давай тоже их сюда бросим обновим страничку вот клонированная у нас пустые прототипы они у нас какие были такие остались не никак не изменились и переменная которым мы пользовались все они обнулили стали нулом но это false какая она была мы не возвращали так она там волосом и осталось так дальше мы еще раз еще раз берем кредитную карту допустим 2 2 шаг террации пошел мы взяли еще раз кредитную карту как-то с ней проработали и давай посмотрим вот она у нас клонировалась так ну ну что знаю что а это первая кредитная карта ну да вот 1 кредитная карта поэтому сюда не добавлял потому что она была у меня тут да мы убеждаемся то что там предыдущие да и и действительно вернули никаких данных там не осталось пользователи тоже никаких данных не осталось и новый объект у нас содержит новые свежие данные нужные нам на вот текущем шаге и террации то есть данные с прошлого шага террации у нас нет все мы с ними поработали и их обнулили вот собственно и все на опять же за уши притянутый пример ну не могу я вот на вскидку и даже не на вскидку вспомнить где бы я мог это вот реально вот 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 реально вот четко его применить и вот это было бы шикарно просто может быть когда-нибудь плывет а может быть реально это не для php а для других каких-то языков более актуальный на не зря его там многие проигнорировали в том числе и банда 4 но как я и говорил банда 4 она они могли проигнорировать не потому что они решили проигнорировать а потому что еще этого шаблона не было, когда книгу писали. Поэтому, собственно, не осветили. Может быть, оно так было. На этом все. Все, что хотел, я сказал, насколько помню. Всем спасибо за просмотр. Спасибо тем, кто лайкает и пишет комментарии. Пиши, что ты думаешь по этому шаблону. Может быть, у тебя реально какие-то мысли есть. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал и донатит. Ссылочка на донат. Как помочь каналу? Где-то там внизу в описании есть. И там еще несколько полезных ссылок. Всего тебе хорошего. Хорошего тебе дня. Пока.